Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! У меня уже на канале было два видео с информацией, которую я брал, а вернее, зачитывал вот из этой старинной книги 1899 года. Это еженедельный журнал «Спутник здоровья». За 1899 год вся эта подшивка за год была выпущена, издана в одной книге, в ней около 1100 страниц. И информация есть иногда весьма ценнейшая, которая дается в этой книге. Сегодня я хочу вам рассказать и зачитать, и сравнить с современной информацией про одно уникальное вещество – йодаформ. Оно было известно и доступно еще более 120 лет назад. А это уникальное антисептическое и ранозаживляющее средство. Оно, кстати, до сих пор продается в аптеках, и жаль, что им мало кто пользуется. Но вначале пара слов о других. Буквально на 10 страничках я пролистнул. Сейчас вы увидите снимки, заглавия некоторых статей. И если эти темы вам будут интересны, ну, то есть, чтобы я их зачитал из данной книги, то, в принципе, я могу сделать отдельные видео. Вот посмотрим, будет ли это интересно большому количеству людей. Если малому, то, конечно, не буду заморачиваться. А темы весьма интересные. Например, описание и лечение болезней гончаров, болезни портных и швей, гнойные воспаления глаз у новорожденных, болезни прачек и других профессий и специальностей. Очень интересные специфические нюансы. Очень подробно описаны, в том числе профессорами медицины о экземе, псориазе и других кожных проблемах статей очень много. Есть интереснейшие, что называется уже исторические статьи про алкоголь и трезвеннические движения в этой связи, которые были развивались еще в конце 19 века. Очень интересные сведения о глистах, о чем я говорю уже много-много лет, где был описан в том числе случай удушья от кишечных глистов. В общем, интересных тем много. Ну а теперь давайте из рубрики «Действия лекарств» про йодоформ. Начну с конца этой статьи. Она маленькая, но тем не менее, чтобы был больше интерес услышать все, что в ней сказано. Написано следующее, последний абзац. В заключении прибавим, что йодоформ стоит выше всех антисептических средств, предложенных для замены его, и он незаменим в следующих случаях. При золотушных и туберкулезных язвах, при язвах с гнойными отделениями, при язвах в полости носа, зева, гортани, наконец, при лечении сифилитических язв и язв на женских половых органах. Так вот, теперь полностью статья. Йодоформ представляет собой порошок лимонно-желтого цвета и чрезвычайно проницательного запаха. В воде йодоформ не растворяется, в алкоголе растворяется слабо, в эфире растворяется легко. Йодоформ очень богат йодом, а именно, в нем содержится до 97% чистого йода. С тех пор, как йодоформ введен в медицину, он пользуется самым широким применением, как дезинфицирующее и обеззараживающее средство. Не говоря уже о том, что йодоформ не раздражает здоровой кожи и здоровых слизистых оболочек. Он не раздражает даже раны язв, но этого мало. Йодоформ обладает даже болеутоляющим действием. И если присыпать йодоформом рану, то боль в последней, если не исчезнет совершенно, так во всяком случае, значительно ослабевает. Однако, самым важным свойством йодоформа является, как мы заметили, его способность обеззараживать, чем он почти всецело обязан содержащемуся в нем йоду. Последнее разрушает и уничтожает гнилостные продукты раны. Уменьшает отделяемая язвь, предотвращает развитие вокруг ран, нарывов и омертвлений. Благодаря всему этому, раны и язвы чрезвычайно быстро заживают под влиянием йодоформа, закрываясь большим или меньшим рубцом. Ко всему этому необходимо еще прибавить, что йодоформ удивительно хорошо переносится даже детьми. Его можно безнаказанно вводить в организм через рану в довольно больших количествах, до двух драхм. Единственным и весьма серьезным недостатком йодоформа является его противный и чрезвычайно сильный для многих невыносимый запах. Для устранения последнего предложен следующий способ. В банку, где помещают йодоформ, кладут 2-3 штуки бобов тонко и оставляют их там дня на 3-4. Помимо этого, предложены и другие способы для заглушения запаха йодоформа. Но вряд ли таким путем вполне достигается желанная цель. Да и в сущности говоря, неприятный запах йодоформа составляет помеху только для тех, кто не умеет соответствующим образом применять это средство. Если применять все меры предосторожности и постараться не просыпать йодоформа на платье, белье или пол, то запаха решительно не слышно будет. Для этого поступают следующим образом. Запасаются стеклянной палочкой и баночкой с водой или еще лучше раствором борной кислоты. К ране подносят баночку с йодоформом, в которой опускают смоченный конец стеклянной палочки. Приставший к этому концу йодоформ осторожно наносят на рану. Таким путем очень легко достигнуть того, чтобы не просыпать ни одной крупинки. А раз только, повторяем, йодоформ не просыпан, ни на белье, ни на пол, то вы не услышите его специфического запаха. Ну и далее заключение повторять не буду, в заключении прибавим, что и так далее. И все же почему именно о йодоформе я решил сделать видео? Во-первых, потому что 120 лет назад уже упоминалось о нем и лечили то, что и сейчас. То есть ничего не изменилось за эти годы. Многие просто врачи забыли об этом средстве. Однако послушайте даже в современных справочниках, что говорится о йодоформе в плане фармакологических его действий. Это йода, содержащий антисептический препарат широкого спектра действия. Механизм действия связан с отщеплением молекулы йода. Образующийся свободный йон задерживает размножение микробов, разрушает бактериальные токсины и органические вещества, выделяемые пораженными тканями. И вместе с тем способствуют образованию грануляций. Вот потому, тем более, я хочу протянуть такую связующую нить между прошлым и настоящим, чтобы в том числе еще раз убедиться и напомнить вам всем, что новое это хорошо забытое старое. По большей части, йодоформ проявляет бактерицидный эффект при анаэробных условиях и оказывается молодейственным при свободном доступе кислорода. Наибольший терапевтический эффект получается при нанесении в ране анаэробной инфекции и особенно бацилл газовой гангрены. Вы представляете, дорогие товарищи, насколько это важное средство, и мы его недооцениваем, да многие про него и не знают. Например, при газовой гангрене применяется йодоформенный эфир 1 к 10, который имеет по аж 3,21. Золотистые стафилококи теряют свои токсические свойства и становятся почти безвредными для животных. Йодоформ усиливает фагоцитарную деятельность лейкоцитов, это такие форменные элементы нашей крови, основные защитные агенты нашей иммунной системы, и быстро устраняет в ране зловоние. Кроме того, йодоформ обладает кровоостанавливающим и фибропластическим действием, а также в том числе противопаразитарным. Он хорошо всасывается с поверхности раны и серозных оболочек. Выделение из организма происходит очень медленно, в течение недели и более. При повторном применении препарат может вызвать явление кумуляции. С одной стороны, симптомы, характерные для отравления йодом, сыпи, катарслейстых оболочек и прочее. С другой, специфические. То есть, общая депрессия, психические расстройства с галлюцинациями, судороги и так далее. Но это при больших дозах накопления в организме, при больших ранах, при больших и неоднократных зонах обработки. Показания к применению следующие. Первое. Кратковременное орошение раны йодоформным эфиром. Второе. Тампонада или дренирование раны йодоформной марли. Третье. Присыпка раны порошком йодоформы, как и описывалось более 120 лет назад. И четвертое. Смазывание раны 10% йодоформенной мазью. Ну, противопоказания здесь только повышенная чувствительность к йоду. Способ применения наружный в виде присыпок, мазей. Также для полоскания горла. В стоматологии, кстати, в ряде случаев йодоформ применяют для тампонады, лунки после удаления зуба. Побочные действия незначительные. Хотя бывает кожный зуд, а при длительном применении на обширных раневых поверхностях, йодизм, то есть крапивница, отек винки и сопровождающиеся симптомы, такие как слюноотделение, слезоточение, угревая сыпь. Но это только в случае большого количества и частого применения. При длительном нанесении на большие участки кожи. То есть этот препарат практически абсолютно безвреден. И не бойтесь его применять. А для чего он применяется, вы теперь знаете. И фактически иногда, в некоторых случаях, он, ну, в общем, незаменим и очень эффективен. Надеюсь, данное видео было вам интересным, полезным. Вот такая связь времен, в медицине в том числе. Хотя, кстати, эта книга снабжена огромным количеством советов и по хозяйству, по растеневодству, животноводству. Очень интересные хроники и так далее. Ну, в общем, будет интересно. Вот напишите, что бы вы хотели, чтобы я с этой книги, по крайней мере, может быть, из перечисленных мною, статей вам зачитал и прокомментировал. Ну, а теперь прошу вас послушать пару минут о моих других каналах. Самый важный из которых номер 4. У меня есть еще три канала на ютубе, и все они тематические. На первом вы сейчас находитесь, просматривая это видео. Второй мой канал «Жизнь на земле». Он о природном органическом земледелии, об экостроительстве и иных сферах гармоничной здоровой жизни человека на земле. Третий – о наших продуктах питания и товарах для здоровья. Он создан для того, чтобы не перегружать первый канал рекламы моих товаров и продуктов и подробнее познакомить с ними желающих. И четвертый канал «Совесть и подлость». Он, на мой взгляд, самый важный из всех моих каналов. В нем я буду публиковать мои видео о проблемах современного общества, тенденциях и явлениях, которые уничтожают в человеке совесть, честь, разум, разрушают семью, приводят к деградации вырождению человека и все общество в целом, и народа. Также я буду знакомить вас с интересными людьми и каналами, которые борются за светлое будущее наших детей и последующих поколений, за действительно настоящие человеческие, а не либеральные ценности. Я очень рекомендую вам смотреть видео на четвертом моем канале и пересылать ссылки на те видео своим знакомым и делиться ими в соцсетях, заливать мои видео на свои каналы, у кого они есть, распространять их для нашего общего с вами дела. Что ж, подписывайтесь на интересные вам мои каналы, но только в случае нажатия после подписки на уведомление вас о выходе новых видео на том или ином канале. Иначе смысла нет никакого подписываться, просто для статистики. Ведь просто подписавшись, вы никак не узнаете о выходе на канале новых видео, если только специально или случайно не откроете данный канал. А вот как это делается правильно, посмотрите пошагово. Вы заходите на интересный вам канал. Вы видите вот эту кнопку подписаться. Нажмите на нее курсором левой кнопкой мышки и название изменится на слово сочетание вы подписаны. Но это не все. Справа от этой надписи вы увидите изображение колокольчика. Контур, изображающий колокольчик. Нажмите на него и откроются три варианта уведомления. Нажмите на слово все. Тогда изображение колокольчика изменится и он станет темным. И по его верхним краям появятся две черты, указывающие как бы на звон колокольчика. Теперь все верно. И только так можно быть уверенным, что обо всех видео, которые будут выходить на данном канале, вы на вашу электронную почту будете получать уведомления о выходе этих новых видео на канале. И вам останется только не полениться их посмотреть. Обязательно поделитесь ссылкой на данное видео с вашими друзьями, коллегами, товарищами. Помогите распространить мне данное видео. Пусть это будет вашей благодарностью мне за мой труд и время, которое я трачу на создание данных видео. Все честно и справедливо. Это важно. Я не просто так это делаю. Ну а на этом все. Я желаю всем хорошим, честным и порядочным людям крепкого здоровья. Увидимся в новых видео. До свидания.